Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сейчас вижу, что большое количество запросов, что Максим, очень много про мышление, да, что же делать прямо сейчас. И вот сейчас я хотел бы там серию роликов записать, касающиеся кризисов, понятия кризисов, индикаторов кризисов, что такое кризис, чем кризис сходится или отличается с рецессией, с ростом или с падением мировой экономики. То есть обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выход этих новых видео, чтобы было в голове понимание, что называть для себя кризисом и каким образом его идентифицировать, каким образом на него нужно реагировать. Второе объявление, которое хотелось бы сделать, у нас подготовлен отдельный мастер-класс, достаточно большой, на два часа, в котором мы рассказываем, что сейчас человеку, который инвестирует, глобальный человеку, который инвестирует исключительно в России, нужно сделать со своим инвестиционным портфелем для того, чтобы подготовиться к этому кризису. Индикаторы кризиса, ссылки на бесплатные материалы в интернете, где можно идентифицировать, посмотреть, в каком состоянии находится экономика, какие инструменты нужно использовать и почему. То есть все это разбираем на бесплатном мастер-классе, ссылка находится в описании под данным видео, проходите, забирайте, участвуйте. Ну а сегодня хотелось бы поговорить о понятии кризиса, то есть что мы подразумеваем под кризисом, потому что само слово кризис, оно страшное, да, то есть оно пугает, оно триггерит, любое заявление о каком-либо кризисе, да, оно начинает будоражить вот этот вот наш мозг рептилии, потому что кризис это опасность, и это опасность, опасность моей жизни, опасность моего выживания, и нужно что-то делать, и нужно или убегать, уйти из зоны риска куда-то, или атаковать, да, то есть каким-либо образом подготовиться, что-то изменить, что-то посмотреть, сделать некие превентивные шаги, которые поставят меня в более безопасную ситуацию, если я понимаю, что я могу на это отреагировать. Поэтому давайте расставим точки над и я просто на примерах 98, 2008, 2014 года расскажу, почему для нас эти года являются кризисными, почему мы очень болезненно на это реагируем, что в этот период времени происходило в финансовой системе, как происходило, и почему мы называем это кризисными временами, и сейчас опять речь идет о том, что на дворе кризис, и в чем этот кризис может выражаться, как может быть даже к нему стоит подготовиться. Смотрите обязательно данное видео до конца, чтобы у вас не было мешанины в голове, и вы понимали, что лично я, например, подразумеваю под кризис. Высокий рост того, что тебя уволят, это у тебя перестает расти зарплата, это стоимость денег, кредиты становятся дорогими, то есть кризис это ситуация, при которой ты не можешь планировать завтрашний день, это ситуация, когда у тебя очень много факторов неопределенности, у конкретного человека, да, у него теряется доверие к экономике, к правительству, к ситуации, которая происходит, и он начинает страховаться, да, то есть, с одной стороны, каким образом он начинает страховаться, он перестает тратить, то есть он перестает покупать новый телефон, он перестает задумываться над тем, чтобы ему сменить машину, он не задумывается о том, чтобы покупать недвижимость, он потребление на долгосрочные товары, товары длительного пользования уменьшает. Различного рода услуги, путешествия, веры в завтрашний день нету, потому что как бы зарабатывать сложнее становится, потребляют люди меньше, и это происходит по всему фронту, то есть люди начинают меньше потреблять, они начинают сжимать потребление. И то есть кризис как раз таки в этом выражается, то есть люди не тратят, скорость обращения денег уменьшается, экономика не растет, зарплаты не растут, деньги добываются с большим-большим трудом, то есть все начинают воевать, чтобы оставить свою долю рынка, да, и то есть возникает некое такое кризисное время, то есть чтобы жить в прежнем уровне, нужно очень сильно бежать, да, то есть вот это вот некая такая кризисная ситуация. К чему это приводит? Это приводит к рецессии, снижается потребление, а если снижается потребление, то есть когда экономика растет, когда все верят в завтрашний день, когда дешевые кредиты, когда зарплата регулярно растет, растет быстрее, чем растет, допустим, инфляция, производительность труда растет, инвестиции осуществляются, да, то есть создаются новые рабочие места, новые предприятия, новые товары, услуги, то есть некое такое благоухающее состояние, да, то есть экономический рост. Кризис получается, то есть вот многие, я говорю, что ребят, давайте разберемся, что такое кризис. У всех каша в голове, потому что для кого-то кризис это девальвация, то есть они считают, что если было 1000 рублей, а стало 100 рублей, один нолик убрали, то это кризис, но это не кризис на самом деле. Дефолт, да, то есть когда дефолт есть корпорация, есть дефолт государства, когда государство отказывается по своим обязательствам, то есть если вернуться к понятию кризис у нас в России, кризисы, которые мы испытывали, девяносто восьмой год, что послужило причиной? В девяносто восьмом году, соответственно, государство выпускало облигации, эти облигации, они были достаточно доходными и многие банки, вместо того, чтобы заниматься банковской деятельностью, инвестировать привлеченные депозиты от физических лиц, допустим, там выдавать инвестиционные кредиты предприятиям, чтобы они создавали новые рабочие места, чтобы они расширяли производство. Они этого не делали, потому что видели в этом очень большие риски. Соответственно, они говорили, а зачем мне давать кредит предприятию, зачем мне давать кредит физическим лицам, когда я могу просто дать в кредит государству, у которого колоссальный дефицит бюджета, которому нужно исполнять обязательства, взятые на себя социальные пенсии платить, бюджетникам платить, и из-за того, что денег не хватает, соответственно, я буду давать государству. Государство платит поэтому очень высокий процент. И банки привлекали депозиты физических лиц, привлекали депозиты юридических лиц, и эти депозиты они размещали в облигации государственные. Государственные облигации в конечном счете что? Правительство сказало, извиняйте, денег нет, объявляем дефолт, всем, кому должен, мы прощаем. Соответственно, что у банков получилось? Банки, получается, они привлекли депозиты физических и юридических лиц, разместили в облигации государственных и по ним не получили возврат денег ни процентов, ни тело кредита, потому что государство дефолтнуло. Банк, соответственно, банкротится, физические лица бегут, начинают забирать депозиты, а у банка все активы, все эти депозиты, которые были привлечены, пассивы, они по большей части были размещены в гособлигациях. Они забрать, их вытащить не могут, потому что государство не платит, дефолтнуло. Банк говорит, я банкрот, извините. И это такая некая цепочка начинается, то есть банки, получается, говорят о том, что у меня денег нет, потому что мне не выплатило государство. А физическому лицу или юридическому лицу, ему без разницы, ему нужно деньги свои забрать. И предприятия, которые были надежные, которые были стабильные, которые, может быть, были экспортерами, которые продавали металл, которые продавали удобрения, которые продавали нефть, газ. Я условно опять-таки говорю, то есть предприятие стабильное, но оно имеет расчетный счет в банке, который дефолтнул, у которого прибежали физики, сказали, верни мне назад, он там краткосрочно, может быть, часть денег взял в управление ликвидностью у этого юридического лица, а потом, получается, когда физическое лицо попросило это вывести, денег не оказалось. Соответственно, банкротится малый бизнес, средний бизнес, ИП различного рода банкротится, то есть потому, что банкротятся банки. И тогда предприятие, которое имело стабильную позицию, которое, может быть, даже не кредитовалось особо-то в банках, оно понимает, что денег у него нет, хотя у него все, в принципе, было хорошо. Предприятие банкротится, зарплату выдать не может, всех работников увольняют, очень большой рост безработицы, у банков денег нет, государство допустило дефолт, и все, и у нас в голове кризис. И кризис, опять-таки, чем обусловлен? Потому что навернулись банки, потому что очень сильно выросла безработица, потому что у государства нет, оно допустило дефолт, и оно не может новые деньги занять для того, чтобы исполнить обязательства перед бюджетниками. У бюджетников, соответственно, задержки по зарплатам, по пенсиям, по всему-всему-всему. И, то есть, у нас, получается, люди просто элементарно зарплату не получают, и очень высокий уровень безработицы. Все, кризис, проблемы. Но в этом случае произошло обнуление, и все, кто были созданы, да, был задел для того в дальнейшем расти. Это 98-й год, почему у нас это ассоциируется с кризисом? Второе, 2008-й год. Опять, ассоциации с кризисом каким образом вызываются? Был мировой экономический кризис 7-8-го годов, когда приблизительно то же самое произошло с банками, да, но только здесь уже дефолтнули банки, и банки прекратили свое существование, инвестиционные банки, потому что они покупали некачественные облигации, да, обеспеченные высоко рискованной ипотекой. Но схема была приблизительно та же самая, да, то есть проблемы в финансовом секторе, отдельные банки банкротятся, потому что они себе накупили большое количество этих облигаций саппрайм, не смогли исполнить по ним обязательства, они очень сильно упали в цене. Все, проблемы в финансовой системе. Как это отразилось на России? Проблемы в американской финансовой системе ударили по глобальной экономике. В глобальной экономике началось банкротство предприятий, рост безработицы, сжатие, то есть началась рецессия, экономика упала, спрос на сырьевые товары упал, и в 2008 году удар по России пришелся, почему мы называем 2008 год кризисом в России? Потому что в 2008 году удар пришелся по сырьевым компаниям российским, то есть потому что получается сырье никому не нужно. Так как люди не потребляют, производству не нужен ни нефть, ни газ, ни другие промышленные металлы, да, потому что нет такого объема заказов. И что происходит? Центробанк управлял его валютным курсом, то есть чтобы была стабильность рубля. И постоянно Центральный банк, правительство говорили о том, что рубль будет надежен, что все будет хорошо, все будет стабильно. Несмотря на то, что цены на нефть упали, курс доллара не был свободно конвертирован, по сути, то есть он был, не находился в свободном плавании. То есть Центральный банк, получается, что происходило? Происходило следующее, то есть когда возникал спрос на валюту, международные инвесторы, в том числе, продавали акции и облигации российских компаний на российском рынке, то есть они продавали российские активы на российском рынке за рубли. Получали эти рубли. За эти рубли они покупали доллары и доллары выводили к себе, потому что тогда повысилась процентная ставка в Америке, потому что доллар был более стабильный. У капиталиста, да, глобального игрока, что он начал видеть. Он начал видеть, что экономика в рецессии, что сейчас самым надежным является доллар, самым стабильным инструментом. Мало того, по нему еще и процентные ставки выросли в доходности. И он такой говорит, а зачем мне в России находиться, которая в принципе растет только тогда, когда растет цены на сырье, а цены на сырье сейчас упали и вряд ли в ближайшее время вырастут. То есть зачем мне там ближайшие полтора-два года находиться? Он продает российские активы за рубли, за эти рубли начинает покупать доллары, доллары выводят. В моменте возникает очень сильное давление, во-первых, на активы. И мы видели в 2008 году, как у нас падали активы, да, то есть Сбербанк там со 100 рублей упал до 15 рублей. То есть это, во-первых, обрушает активы фондового рынка, во-вторых, это приводит к тому, что у инвесторов появляются рубли, и ему рубли не нужны. Они эти рубли начинают продавать, покупать на них доллары. А центральный банк держит стабильность курса валюты. У тебя в моменте возникает большой спрос на валюту. И тогда центральный банк начинает продавать свои резервы валютные, чтобы вот этот вот резко выросший рост немножко охладить. Но он очень большой. То есть 7-минутно, буквально в течение 2-3 месяцев возник спрос в размере 150 миллиардов долларов просто на доллары. А центральный банк и правительство говорили, что не все нормально, мы стабилизируем курс, потому что понимают, что если отпустить курс свободное правило, то не будет высокой инфляции. Когда они там просрали 75 миллиардов долларов золотовалютных резервов, буквально чуть ли не половину, на тот момент, который проходившийся, пришло понимание и осознание. То есть, что стабилизации на самом деле не будет, что спрос по-прежнему будет расти, и что это нужно отпускать. И как раз таки это было очень хорошим уроком для центрального банка после 2008 года. Он перешел к свободному ценообразованию на валютном рынке. Он очень мало уже вторгался в политику таргетирования курса валюты национальной. То есть, говорят, окей, ребят, если у вас спрос на валюту, ради бога покупайте, да, центральный банк вмешиваться не будет. И это очень показательно, кстати, 2008-2014 год, потому что и в восьмом, и в четырнадцатом году были примерно сопоставимы объемы оттока капитала из России, что в 2008, что в 2014 году. Но если в 2008 году курс доллара там очень и очень сильно вырос, то в четырнадцатом году как бы это произошло, ну как бы более стабильно, что ли, более мягко. Да, быстро скаканули и быстро погасились. Но при этом Центробанк не расходовал свои золотовалютные резервы, да, для того, чтобы стабилизировать этот курс. И поэтому опять, что здесь произошло? Здесь произошло, что первые лица финансовых, простей, финансовых регуляторов, говорили о том, что курс будет стабильным. Ребят, не переживайте, все будет хорошо, все будет нормально. Потом, что называется, боливар двоих не вывез, да. То есть, все равно вынуждены были в конце восьмого, начале 2009 года пойти на свободное обращение. Отпустить курс валюты, перестать, соответственно, сливать резервы в руки валютных спекулянтов, потому что есть объективные факторы. А и спекулянты, которые это понимают, да, которые прекрасно понимают, да, что объем вывода активов с российского рынка столь высок, столь мощен, что у Центробанка, у него нет ресурсов для того, чтобы эту волну остановить, чтобы эту цинамию удержать. И они начали еще усиливать, то есть, они начали играть против рубля. Таким образом, еще больше оказывая влияние, да, на вот эту вот ситуацию. Центральный банк сказал, окей, все, ребят, я в это больше не играю, больше я в это играть не буду. Почему у нас 2008 год, в отличие от 98 года, опять-таки считается кризисом? Потому что в очень ограниченный промежуток времени произошло укрепление доллара. Раз. Укрепление доллара привело к инфляции. В 2008 году, получается, очень сильно упали у нас цена активов. Раз. Цена облигаций. Два. Опять же, эти активы, облигации, они были в банках. И очень резкое изменение курса национальной валюты. То есть, когда произошло резкое изменение курса национальной валюты, почему мы это называем кризисом? Потому что у нас за полгода цена импортных товаров выросла там чуть ли не в два раза. То есть, путевки выросли в два раза, иностранные автомобили выросли там на 50-70 процентов. Товары народного потребления, которые покупались за валюту, да. То есть, одно дело, когда курс доллара был там 27-30, и другое дело, когда он стал там 45-55. Соответственно, у нас, получается, кризис выражается в том, что в очень короткий промежуток времени импортные товары стали дорогими. Размер заработной платы в рублях не изменился. И у человека просто ассоциация такая. В 2008 году нам было плохо, потому что, если раньше у меня была зарплата 50 тысяч рублей, и на 50 тысяч рублей я мог поехать в отпуск с семьей накопить, на путевку. Я мог купить машину там в кредит, потому что автомобили стоили там, не знаю, в районе 500-600 тысяч рублей стоили автомобили уровня Ford Focus, Mazda 3. Ну, то есть, такого, ходовые вещи, да. И вдруг они стали стоить там по 800 тысяч, по 700 тысяч. Путевки выросли в цене в два раза. А зарплата как была, так и осталась. И из-за того, что все товары народного потребления в магазинах тоже цена товара изменилась, то количество денег, которое у тебя стало оставаться после получения заработной платы и коммунальных платежей. На еду, на одежду стало не хватать, откладывать нечего. То есть, у тебя снизился объем располагаемого дохода, который можешь потратить. Вот это вот кризис, да. Вот в головах вот это кризис. То есть, я работаю столько же, даже больше может быть, чтобы у меня захоронился мой уровень заработной платы, но моей заработной платы уже недостаточно для того, чтобы иметь то, что я имел год назад. И вот это для меня кризис. Это вот представление о кризисе. Потому что я говорю, все боятся кризиса. И так как все боятся кризиса, то давайте, ребят, сначала разберемся в понятиях, что такое кризис. Кризис – это когда плохо. То есть, вот если просто человеку начать копать, человек скажет, кризис – это плохо. Я говорю, что плохо? Ну, что конкретно плохо? Вот тебе со здоровьем плохо? У тебя, там, ты не можешь продать квартиру за столько, за сколько хочешь? Что плохо? И вот это вот плохо, если его вот так большим, широким мазком взять, что такое плохо? Плохо – это значит, что раньше мне хватало на мою, как у Слепакова пелось, да, на мою плохую жизнь хватало, а сейчас стало не хватать. И, соответственно, когда стало не хватать, мы начинаем искать виновных. И здесь нужно понимать, в чем причины, почему не хватает. Причины 98 года объяснили, почему. Причины 2008 года, соответственно, тоже объяснили, почему. И, в принципе, да, когда мы говорим о кризисе, и все боятся кризиса. То есть, кризис, он всегда выражается, во-первых, что активы, которыми я владею, они начинают падать в цене. То есть, моя квартира стоила 10 миллионов, сейчас она по каким-то причинам стоит 8 миллионов. Не будем сейчас глубоко копать, по каким причинам она стоит 8 миллионов, но у человека в голове я потерял 2 миллиона. У меня была зарплата 50 тысяч рублей, и раньше и у супруги была 50 тысяч рублей, у нас доход семьи был 100 тысяч рублей, и нам 100 тысяч рублей хватало. Нам хватало на жизнь, на кинотеатр, на развлечения. Два раза в год там можно было в отпуск поехать, можно было в кредит купить машину среднего ценового сегмента, да, для среднего класса. И нам этих 100 тысяч хватало. Сейчас нам не хватает, потому что у нас была ипотека, которой платеж составлял там 60 тысяч рублей. Сейчас я заплатил ипотеку 60 тысяч рублей, если раньше 40 тысяч рублей мне хватало на все остальные расходы, сейчас не хватает. Кто виноват, в чем проблема, да. И мне страшно, мне страшно, потому что я должен себе в чем-то отказать. И любые разговоры, связанные с тем, повысите мне заработную плату, а давайте я на себя больше ответственности возьму. Они упираются в то, что начальник говорит, слушай, не до тебя сейчас, ты видишь, у нас там продажи падают, объемы падают, выручка падает, соответственно, падение продаж, падение выручки при той же самой себестоимости. То есть, если я тебе повышу заработную плату, да, окей, я тебе повышу, но мы денег больше не получать не стали в кассу. То есть, за счет чего я тебе буду платить большую зарплату? Нет, извини меня, дружок. И поэтому вот эти вот разговоры приводят к тому, что становится страшным за завтрашний день. Высокая инфляция, высокая стоимость денег, падение цены активов, которыми ты владеешь, какие-то резкие изменения валютного курса, которые влияют опять-таки на возможность твоего потребления иностранных импортных товаров. И это становится страшно. Вот что такое кризис. И тогда нужно понимать, что является причиной кризиса. Причиной кризиса являются падающие располагаемые доходы. Падение располагаемых доходов происходит, а, за счет инфляции, в сырьевых экономиках, почему это тоже является такой, так как они цикличны, что если происходит глобальный мировой кризис, рецессия мировая, то есть экономика сжимается, потребление сжимается, предприятия начинают уменьшать производственные планы. Уменьшающиеся производственные планы приводят к тому, что уменьшается объем закупок сырья, электричества, электроэнергии, теплоэнергии, промышленных металлов, бензинов, ну то есть сырьевых товаров для того, что нужно провести. Цены на эти товары падают, а если у тебя экономика сырьевая и она базируется на продаже сырьевых товаров, то, соответственно, у нас падают доходы государственные, у нас падают доходы компаний-экспортеров, которые являются самыми могучими в России, больше всех зарабатывают. Соответственно, зарплаты не растут, доходы снижаются. Государство, чтобы компенсировать выпавшие доходы от экспорта, начинает слабо отпускать доллар, то есть доллар начинает расти, а рубль начинает ослабевать. Чтобы государство все равно количество рублей, которое получают в казну, было то же самое. Если у тебя уменьшилась цена товара, нефть, допустим, продавали за 100 долларов баррель, а курс доллара был условно 50. То есть получается, что когда курс доллара был 50 рублей, а баррель стоил 100, то ты в рублях получал 5000 рублей. То есть за каждую проданную бочку нефти производитель получал 5000 рублей, из этих 5000 рублей он определенную сумму платил государству НДПИ, акцизы, ну и прочие различные доходы. То есть доходная часть бюджета формировалась за счет того, что бочка нефти стоила 5000 рублей. Цена нефти падает и со 100 долларов до 50 долларов. И тогда тебе, как государству, нужно сохранить рублевую цену нефти. И как ты можешь сохранить рублевую цену на нефть, если бочка в долларах упала со 100 долларов до 50? Тебе надо сделать, чтобы у тебя доллар стоил не 50 рублей, а 100 рублей. И соответственно, мы видим, что когда длительное время цены на нефть находятся на низких значениях, у нас идет плавная девальвация рубля. Потому что приемлемый уровень нефти для российского бюджета в рублях составляет в районе 3,5-4 тысяч рублей. Исходя из этого, вы можете ориентироваться на курс нефти, почем там российский юрок продается. И вот все, вам простая формула. Вы должны понимать, что для государства, для пополнения бюджета, чтобы он был более-менее профицитным, надо, чтобы цена была там в районе 3,5-4 тысячи рублей. Это прям вот нормально. Посчитайте, исходя из этого, если сейчас там нефть находится в районе 70, российская нефть продается там за 35-40 долларов, вот можно 4 тысячи разделить на 45, ладно, 4,5 разделить на 45, курс доллара 100. То есть, если на протяжении там 2-3 лет средняя цена нефти будет находиться, которую Россия продает, в районе 40-50, доллар, он должен прийти куда-то в район 100. Все. Не надо ничего придумать. С другой стороны, если доллар приходит к 100, у него есть оборотная сторона. Да, государство будет получать деньги, да, оно будет получать нефтегазовые доходы, будет пополняться бюджет. Это все хорошо. Но когда курс доллара будет 100, то даже китайские автомобили, которые приезжают в Россию, какие-то дружественные страны, которые занимаются импортозамещением, у нас все комплектующие товары народного потребления, они привязаны к курсу доллара. Соответственно, если сейчас курс доллара там 83, а будет 100, то получается у нас все товары вырастут в цене как минимум там на 30%. А рост товаров на 30% это инфляция. Но опять же, при курсе 100 это те же самые поступления в бюджет. То есть, рассчитывать на то, что будут расти доходы, не приходится. Зарплата остается прежней, цены на товары там в двухлетнем промежутке времени вырастают на 30%. Все. Человек говорит, мне больно, потому что мне сейчас хватало, а через два-три года скажет, мне не хватает. И в этом случае опять возникает вопрос, как защищаться. И опять говорю, ребята, защита очень проста. Покупайте компании-экспортеры. Самая лучшая, наверное, история может быть, хотя многие там в мой огород уже не один камень бросили. Я считаю, что в такой ситуации одной из хороших альтернатив может быть покупка акций «Сургут нефтегаз». Отличнейшая история. «Сургут нефтегаз» у него, в том числе, наряду с Роснефтью, значительные объемы поставок нефти на восточные страны приходится. Раз. Два. Когда было подписано соглашение ОПЕК+, о том, что Россия ограничивает объемы добычи нефти, вернее, экспорта нефти на международный рынок. Компании российские, которые обошли эту историю, «Роснефть», «Сургут нефтегаз», это точно были две компании, которых вообще это ограничение никак не коснулось. То есть, за счет других нефтяных компаний были сокращенные объемы экспорта, но «Сургут» и «Роснефть» они, в принципе, поставляли столько же. И поэтому, получается, тоже в какой-то степени защищено. Большой вопрос, что с валютной кубышкой происходит в долларах или в каких-то альтернативных валютах. Опять же, по «Сургуту» здесь пришла ситуация, связанная с тем, что они в этом году отказали, ну, незначительные дивиденды заплатили. Но, в принципе, на перспективу полутора-двух лет это хорошая история покупки акций «Сургут нефтегаза», «Роснефти» именно вот в этом ключе, несмотря на то, что цены у них выросли. Потому что они все равно экспортируют, все равно они продают эту нефть, да, все равно выручка у них от этого есть. И, соответственно, если будет девальвация валюты, у «Сургута», у него все равно валютная составляющая, да, пускай она сейчас, допустим, не в долларах находится, а в каких-то альтернативных валютах, но, тем не менее, она тоже будет переоцениваться. Хорошая, в принципе, адекватная история. Это вопрос, что делать. Но мы сегодня говорили, как раз таки, к вопросам понимания в голове, что такое кризис. У нас есть замечательный мастер-класс, который о том, каким образом защитить свой портфель в настоящий момент от вот этих вот возможных девальваций, кризисных явлений, которые происходят в мире. Потому что мы говорим опять-таки о том, что мировая экономика скатывается в рецессию. И если мы в России находимся, то нужно понимать, что цены на сырьевые товары могут снизиться, что это может оказать определенное давление. Это может сказаться и инфляционным давлением внутри России. Это может быть, что Центральный банк начнет бороться с инфляционным давлением и будет повышать процентную ставку. И экономика может сжаться. Вот чтобы подготовиться к этой непростой ситуации, есть партнер в проекте у нас Вячеслав Болянов. Отдельный, очень качественный мастер-класс мы подготовили. То есть, что нужно делать в таких ситуациях? Как выбирать ценные бумаги? В какой фазе экономического цикла находится экономика? Какие риски, соответственно, могут быть? С чем могут столкнуться инвесторы? Как эти риски предотвратить? Мастер-класс абсолютно бесплатный. Ссылка на него находится внизу под данным видео. Проходите, ребята, это будет действительно очень ценно и полезно. Да, это, наверное, не 10-15 минут времени ролика на YouTube, но если вам нужны конкретные шаги по поводу понимания того, откуда ждать проблем, то есть, каким образом мы можем идентифицировать этот кризис, что может стать плохого и больного для нас, как к этому подготовиться, на этом мастер-классе подробно разобрано. Поэтому проходите, смотрите, пользуйтесь и используйте данные инструменты в ребалансировке своего собственного инвестиционного портфеля. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока, удачи!